В новейшей истории страны праздник отмечается во второй раз. Торжественное мероприятие объединило работников гражданской авиации Брянщины. Пилотов, штурманов, техников, стюардесс. Словом всех, благодаря кому в небо поднимаются пассажирские самолеты. Словами поздравлений от имени главы региона встречу открыл заместитель губернатора Брянской области Михаил Кобазев. Спасибо вам за ваш радный труд. Спасибо вам за то терпение, которое вы проявляли в самые худшие времена. Перестроечных лет и михолетий. Спасибо вам за ту память, которую вы проносят через всю свою жизнь. Спасибо за вашу верность той профессии, которой вы отдали всю жизнь. Для брянских авиаторов профессиональный праздник в этом году выдался двойным. Ровно 70 лет назад, в 1945 году, в городе был образован гражданский аэропорт. С праздником, с юбилеем и, конечно же, крепость и крепкого здоровья. Потому что без видержки, без здоровья очень сложно строить авиацию, развиваться авиацию. И тем более это важная отрасль, важная сфера деятельности. И чтобы активизировать бизнес в круге нашего региона, чтобы люди ездили из Брянщины на отдых. Брянская гражданская авиация воспитала множество специалистов, дала путь в небо талантливым пилотам и вырастила целые династии преданных воздушной стихии. Старейший из пилотов брянской гражданской авиации Юрий Ютанов посвятил небу всю жизнь. Его летный стаж свыше 30 лет. Для меня авиация и небо – это вся жизнь. Сам пролетал 13,5 тысяч часов на лед. Провел в воздухе. Дети, два сына – летчики. Один уже на пенсии, второй – полковник, командир полка на Су-35. Внук – тоже летчик. Так что вся авиация, вся семья в авиации. Ветеранов гражданской авиации наградили медалями 70 лет освобождения Брянской области и Брянск – город воинской славы, а также почетными грамотами и благодарственными письмами. Для авиаторов выступили вокальные, фольклорные ансамбли и творческие коллективы города. Артемий Маркелов, Андрей Мазунин. События. Брянский район.